Записи выступлений иркутянки Оксаны Костиной до сих пор в качестве примера смотрят юные гимнастки разных стран. Хотя абсолютной чемпионки мира нет уже более 20 лет. Она погибла в автокатастрофе. Они познакомились, когда Оксане было 7 лет. Спортсменка и ее будущий тренер Ольга Буянова. Вместе очень сложно пробивались в сборную России, потом Советского Союза. Вместе переживали не поездку на Олимпиаду, а триумф. Пять золотых медалей на чемпионате мира в Брюсселе. Специально для Оксаны иркутский композитор Владимир Соколов писал музыку с напевами Байкала. И это добавляло ее выступлением уникальности. Чем отличалась Оксана? Это удивительная музыкальность. То есть пластика, ее тело, те произведения, которые выбирались, они были как... Ну, мы старались их делать за одну минуту 30. Это как целая жизнь. Оксана так назвала первую часть своей будущей книги Ольга Буянова. Заслуженный тренер России и СССР рассказывает, что записывала истории на диктофон на Байкале или берегу Теплого моря. Или когда делилась воспоминаниями с друзьями. Когда я была молодым тренером и только начинала работать, то у меня были проблемы, вот именно начиная с Оксаны, именно психологические. Как выступить тренеру, когда гимнастка отказывается, допустим, работать? Как объяснить вот цель ее пребывания в спорте? Ольга Владимировна искала литературу в библиотеках и учиться тогда приходилось на книгах тренеров по хоккею или легкой атлетике. Сейчас, после работы с чемпионками мира, Костиной, Лепковской, Королевой, серебряным призером Олимпийских игр Дарьей Дмитриевой и сборной Италии, ей есть чем поделиться с молодыми тренерами. Ведь девочкам-гимнасткам нужно быть и мамой, и психологом, и доктором. Сейчас у Буяновой сотни учениц. 4 декабря в Иркутске пройдет благотворительный аукцион в поддержку школы художественной гимнастики. На вырученные деньги спортсменки будут ездить на сборы и соревнования. Им будут покупать купальники, ленты, булавы и мечи. Татьяна Соловьева, Сергей Аксенов, Вести, Иркутск.